так чат меня слышно все окей здрасте так у меня вылетело приложение все нормально да смотрите я короче да я тоже хотел сказать что у меня ну тут короче это говно на стекле хороший красивый вид на самом деле что не вот эта какашка вообще было бы здорово мы едем сейчас короче в бруклин ехать нам около что вы понимали около часа это вообще здесь иногда в такси бывает такая штука они закрывают полностью видите вот этой вот фигней чтобы короче ты там это если кашлянул то это все здесь остается сколько да да целый час аж его хотели а шоу хотели далеко живу вот это да вы не задонатили мне на проживание в манхэттене поэтому приходится жить в какой-то жопе под названием брайтон бич вот а вы думали сколько мне ехать а чё не на метро ну смотри я могу до метро конечно но мы столкнемся с проблемой отсутствием интернета а так конечно я только за я бы на метро поехал мне она надо очень дорого во первых вот поэтому я бы с удовольствием на метро прокатился но видите ли здесь хоть какой-то интернет есть а там вообще не будет а теперь покажи себя чусь я показывает я в маске сижу тут в такси обязательно маску надевать как бы но я могу показать ладно хотите покажу если вам не интересны виды из окна здоровье чусь я убитый какой-то у меня телефон вот куда интереснее чем моя морда вообще вот так надо сделать шоу маска такая большая тебе смысле обычная маска наоборот она мне на уши давит как раз таки она такая маленькая что ходе унесешь это очень забавно вот я просто считаю чат один пишите маска большая следующий пишите маска мал маленькая так она маленькая или большая да власть не на голове так много уже да это вообще пипец я не знаю честно делать она мне уже мешает я не могу нормально башню строить это вообще ужас серьезная я хочу сходить к парикмахеру но я до сих пор как-то днем уверен в этом но я страшно реально страшно а почему не вертолет она брайтон вертолеты не летают знаете ли так бы я конечно вызвал вертолет вообще был бы по кайфу так вам давайте говорите вам что моё лицо или все же мощность такой красивый вид был офигеть вы все пропустили что он показывает себя или окружение яйцо так короче короче давайте периодически менять камеру показывает что вокруг а потом меня а потом вокруг а потом меня а потом туда а потом сюда так дайте я почитаю новости есть что-то интересное в телеграме так может все интересно пишет а может забанили кого опять блин эта какашка на меня смущает вот прям вот вообще мне приходится постоянно от него уворачиваться чтобы в нового в кадр не попадала да я подожди не понял подожди не понял подожди что за фигня а все все нормально ребят что-то я попутал немного пересять вы знаете я не люблю сидеть с той стороны короче где водитель я всегда сажусь справа от водителя а там как бы ну слева я себя чувствую как ты не комфортно реально мне удобно сидеть вот в этом месте но я думаю так у многих минус рак что-то пленка здесь натянута она немного портит вид заводитель запас не кстати курсе да забанили да я в курсе уже не знаю за его забанили он сидел ой где там помните с подписчиками общаешься но вообще кто там сидит и соответственно банвордов там много наговорили и коде забанили но это уже завтракские права но тут собственно говоря справедливо потому что зачем блин фильмы смотреть в таком количестве я считаю что вообще это странная херня да сидеть и вот постоянно короче смотреть фильм ну как бы ладно один разочек там кунь херню старинку посмотрел паровку вы должны пристегнуться это закон ребят кто пристегивается сидят сзади ладно давай я пристегнусь если так просишь но лично я я когда сзади сижу я вообще не пристегиваюсь я вам так скажу я вам так скажу короче тут проблема в том что она не работает вот эта вот штука вот тут кстати красиво сейчас будет я пытался пристегнуться она не застегиваться просто антона не лезет хочу за здание ты есть и групп какой-то огромный там спереди тя написано еще дальше то я не слепой вижу прекрасно открою окно да не хочу ветер будет я замерзну тогда блин если открыть окно знать что будет это дерьмо размажется по стеклу поэтому тем более открывать вообще не типа запрещено я считаю я понял почему просите мне окно открыть скорее всего с этой целью вы хотели меня подставить все понятно с вот тут кстати виду кто же неплохой такой для а ух ни хера это шо такое там собака вот статуя прикольная была собака держит машину на своем носу спроси если у водителя тряпки чтобы протереть это говно так какие-то суетливые ребята едут как все это представляете я шоу начну тряпкой вытирать говно можешь мне рукавом протереть я просто курткой своей так оба и все ашу не протри вообще языку александр там что было написано сани повсюду они даже здесь я вообще в шоке а представьте попасть в аварию в прямом эфире наверное это неприятно вообще представьте если водитель например не выспался сегодня да у него плохое настроение более сегодня праздник вроде как все не работают а он работает и вот представьте я сижу тут у него да за спиной постоянно что-то говорю а что если он психанет повернет скажет закрой ебальник мне и все а если русский но я же ничего плохого не говорю я лишь просто горюшок ну мало ли я раздражаю людей вот завод фоткайте ребят дерьмо на фоне завода суши это дерьмо кстати реально его можно фоткать на фоне чего-нибудь говно на фоне башни говно на фоне завода говно на фоне прикольно можно тупо за ф все-то я не вижу чтобы был какой-то f либо там что-то парит 6 вот это вот дома короче как они там не помню социальные или как это короче выдают малоимущие знаете всяким таким людям вот эти вот квартиры здесь или сдают им очень за очень дешево знать там за баксов 200 может быть ну в месяц но простыми словами гетто короче такое я в таком жил ну бюджетные типа с и вот именно эти дома почему все одинаковые сфоткать и дерьмо на фрамов о 54 вот еще такие не они в целом ты не плохи на самом деле в россии это считается элитное жилье ну давайте не будем сейчас вот это не будем блин ну конечно да неприятно получилось я думал подольше поговорю поговорю погуляю в итоге уже домой едем не собираешься на день рождения к местным какому-нибудь его рук риду я считаю что местные теперь должны ко мне ехать сюда встречать свой день рождения ну вот представьте вот егор кредит у него день рождения чего бы в нью-йорке не встретить согласились было бы рил вот у меня будет день рождения до 30 марта ну я надеюсь все сюда приедут я видите и будет 30 ну кста реально я что-то об этом даже не подумал пипец что-то даже страшно как-то 30 или 03 еще и 30 лет ва хуй ва хуй капец ваще а че вы ноете кред говорил кстати как то есть сейчас какая-то непонятная суета в россии происходит в том плане что люди как-то слишком рано начинают людей стариками типа что тебе там 25 ты уже старый типа а здесь например в америке в европе 30 лет это тебя только жизнь начинается в россии какая-то ебень вообще жесткая причем это говорят о сзади пиздюки какие-нибудь 18 19 20 лет и которым самим там через пять лет уже 25 то есть получается они сами скоро уже с такими стариками будет и мне вот интересно как они будут о себе думать и говорить тоже будете считать стариками шли в 25 лет в 30 серьезно но не знаю что такое уйдет все еще пиздец сейчас минусы нет ребят я вернусь чуть позже если шо как-то видим этот тоннель что происходит который того очень вовремя ребята я в тоннеле я не знаю есть ли интернет меня двойной рейд тут пишет а я в тоннеле еду меня видно слышно есть о господи спасибо за рейд вова еще и мазелов что ли я че как так вообще произошло то как дважды как как они заговорить ухты ёпт в дуну это что такое пожарное что такое еще происходит как можно было зарядить сразу вместе чеху через через вову от маза илюха спасибо за рейд вова спасибо ребят спасибо а мы едем домой если что мы стримим и рл как вы могли заметить были на были в манхэттене сегодня праздник в америке день благодарения сам популярный праздник у них очень много мусора какашка на стекле который нам очень мешает наслаждаться красивыми красивыми видами вот и сейчас мы короче едем домой потому что у меня дома уборка была и мне сказали все можно возвращаться я не кушал никакую индейку я вообще мне не нравится индейка так вот едем сейчас обратно на ну на брайтон бич ко мне домой чтобы встретить человека отправить его домой ясно да ну вот и чё все а потом я не знаю что потом потом с скотом посмотрим угол историю на 5к какую еще историю а но я могу рассказать историю кстати с прошлой квартиры в которой блять тоннель опять ебаный сука сейчас опять короче инет упадет вот тут сто процентов упадет инет мы сейчас под водой будем ехать ребят вы дождетесь меня я вам историю раз ссори здесь свет в конце тоннеля о боже мой вот вот и мы появляемся а блин это я просто продолжаю ехать эх так так ну все мы заехали в бруклин получается теперь мы с вами не увидим высокие огромные красивые башни и небоскребы это все закончилось теперь вот такие вот домики будут вот вот тут 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 и гол историю рассказывать подождите не торопитесь мне надо кое-что ответить тут одному человеку сейчас история пипец история том как я опять чуть не умер вот так сейчас да блять о боже так все вроде готово что тут цена там похуже стало это уже новая это вот квартира в которой у кста а нет тут такой себе я думал тут будет вида манхэттен но ни хера сзади что там вид не 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 а не 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 Так вот, говорю, жила, значит, в той квартире, вот в этой предыдущей, там, чтобы понимали, ну, типа, газовая печка. Соответственно, печка. Я здесь. Да, нормально, да? Ой, блядь, а сейчас начну рассказывать, опять упадет, сто процентов. Это какое-то проклятие, которое на мне висит. Постоянно это случается. Стоит мне начать что-то рассказывать, давайте попробуем. Окей, смотри. В общем, я был в этой квартире, значит, да? Жила, значит, в этой квартире в предыдущей, а там что-то. Ну все, видите, опять. А я предупреждал, вот думали, я шучу, я же говорю, что я как начну что-то рассказывать, так сразу падает все. Я уже, ну, специально просто, типа, тяну время, начало, так знаете, затягиваю, и жду, и жду, когда упадет. И он начинает падать. Мария какая-то магазин свой открыла. Еще раз, да я тебе говорю. Жила, значит, в квартире в предыдущей. Рассказываю. Вон, видите, там Манхэттен. Короче, рассказываю, смотри. Я, значит, жил в той квартире. И че? Ну, а там печка была газовая, газовая. На газу, понимаешь? Газ, газ. Ну, понял? Ты понял уже, о чем история будет. Плита, печка. Ну. Я решил себе приготовить покушать на этой печке. Понятно, да? Беру, значит, там, курицу, рис. По стандарту. Вот. А тут, как бы, эти печки-то работают. Ты, как бы, начинаешь крутить, например, вправо. И там такой звук, значит, А, Ф. Ну, вот. Опять, да? Понял. Ну, значит, заново рассказываю. Значит, в квартире я жил. В предыдущем. Там печка газовая. И я решился еды сделать. Курица, рис. Ну, по стандарту. Вот. Я, значит, там вот эта вот штука, которую вертеть надо налево-направо, да, чтобы печку включить. Ну, я, значит... Беру, значит, начинаю ее крутить. А там, как работает эта печка в Америке, это газовая. Ты ее начинаешь крутить, она щелкает, и раз, и загорается, как бы, газ начинает идти. Понимаете, да? Понятно или нет? Ага. Вот. А тут этого не происходит. Я ее направо, ну, прокрут делаю. Начинает идти газ. А щелчка нет. Ну, и, соответственно, она не загорается. Продолжай крутить ее еще сильнее. Газ еще сильнее. Она не загорается. А газ идет. Что, опять, что ли? Не. Ну. Спичками. А где эти спички-то возьму? Я... Выкручиваю ее обратно, короче, на середину, но чтобы просто печка отключилась, и газ перестал идти. Ставлю ее на серединку, где написано офф. Ну, типа, оффнусь печку. А она не оффается. Типа, газ начинает, скажем так, газ, конечно, начинает меньше идти, но он продолжает идти. То есть, печка просто не отключается. Понимаете, да? Я такой думаю, что это фигня? Кручу налево. Опять газ начинает идти сильно. Я понимаю, что уже много времени прошло. И что, как бы, газ все идет, и идет, и идет, и идет. Я начинаю крутить ее туда-сюда, туда-сюда, чтобы она отключилась, и она не отключается. Закрою окно. Вот. Я опять ее на середину. Газ продолжает идти. То есть, печка просто не вырубается. Газ идет, и все. Я не знаю, что делать. Я такой думаю, да что... Уже начинает вонять газом, чтобы вы понимали, в квартире. Вот. Я опять ставлю ее на середину. Я прислушиваюсь, и я слышу этот звук такой, ну, такой, знаете, очень тихий, такой... То есть, газ идет. Я принюхиваюсь, и он реально идет. И я такой думаю, и что делать? Один с вечера, чтобы вы понимали. Я начинаю звонить, ну, хозяйке хаты, и объясняю ей, что, типа, такая-то фигня. Как печку-то включить, типа, я ее... Опа, газ идет, а она не загорается. Она такая, в смысле? А должно вообще-то загораться? Я такой, думаю, нет. И она начинает говорить там, а вот там, короче, спички... Пока я объясняла, а я стою, как бы, я понимаю, газ продолжает идти, все еще идет, чтобы вы понимали. Уже воняет. Она говорит, вон там спички. Я такой, а, ну все, ладно, спасибо, короче. Нахожу эти спички, подхожу к печке, я понимаю, окей, у меня в руке в спичке, уже минут пять херачит газ, воняет. И я такой, думаю, блин, а если я сейчас подожгу эту спичку, и как их ебанет? Я не знаю, я просто... Потому что, типа, уже сколько этот газ херачит, и она не загорается. И я не знаю, что делать, типа. Я стою, типа, спички у меня в руке, я такой, думаю, блин, ну... Ну, ебанет, не ебанет. А что... Ну, я такой, в то место, где газ, начинаю дуть, там, вот так вот, разгонять этот газ, короче, из стороны в сторону, чтобы его сдуть оттуда нафиг. Ну и все, и тут момент истины. Я беру спичку, поджигаю, и все нормально. Подношу к печке, и все, она загорается. И все нормально, короче. Остался живой, конечно, а потом башка чуть-чуть болела, как-то поташнивала, потому что нанюхался этого говна. Вот. Вот такая ситуация, история, прикиньте, вообще жесть. Неприятно было, конечно. Немного... Ну, типа, ты включаешь ее, она не загорается. Пытаешься ее отключить, а она уже не отключается, газ уху не идет. Пичик. Вот это вот самое интересное. Слушай, а если бы их не было? Я так не знаю, что тогда я бы делал. Перекрыть газ. Ну, это если еще, это надо еще понять, как делать. А потом как выключил? А потом она выключилась, я не знаю почему. Хм. Я потом просто сделал все то же самое, но она выключилась. Так ты выжил, я не понял. Слушай, я сам уже не помню. Слава богу, дорога свободная в ту сторону. Вот сюда, вот видите, на Манхэттен пробка, а туда, куда я еду, там нормально. Почему тебе так везет в Америке? Я не знаю, мне тут реально везет. То есть каждая история заканчивается, слава богу, пока что как бы, ну, удачно. То есть начинается какое-нибудь жесткое дерьмо, у которого люди не выживают. А я выживаю. Что с паспортом, что вот с этим газом, что тут там еще что-то было, когда я траванулся. Я фартов. Надеюсь. у меня тут за месяц, еще даже месяц не прошел. Зашел столько событий, сколько за всю жизнь в России не происходило, по-моему. Я тебе говорю. Задонатил с рублей, написал у меня понос. Окей. Понял. Нам осталось, на самом деле, не так уж и много ехать. Я думаю, еще минут 10 ехать. Водила Афоня ТВ. Все он спокойный какой-то для Афоня ТВ. Ой, блин. Вот, кстати, по поводу тренда. Я же тренды задаю. Я отжил. Генштерн свалил. Ну, пока непонятно, свалил ли он из России. А я надеюсь, что он свалил. А если свалил, то он, конечно, еще конченый дурак. Я считаю. Его постоянно прессуют в России. Дурачок зачем-то себе дом купил за 160 миллионов. Открыл бизнес, ресторан свой. И его девушка, Ну, Дилара, открыла там тоже какой-то маникюрный салон. Чтобы по итогу свалить. Вот это я вообще не понял. Я давно уже говорил, что типа это странно, когда ты известный чел. Он в Дубае. Ну, я понимаю, что он в Дубае. Ну, вернется ли он обратно в Россию? Я в Америке, и что теперь? Дубае, это не Россия, если вы не знали. Ну, так работа у него в России. Ну, так, ребята, у Хованского тоже работа была в России. И что теперь? Ё-моё, смотрите, люберцы, реально. Жесть. Работа у него в России, но, понимаете, эта работа, она может в любой момент исчезнуть. Так что я вот эту логику не понимаю. Вот у него тут концерты, и что? Ну, будет сидеть в тюрьме. Концерты будут? Нет. Я, конечно, понимаю, что, видимо, это для любого рэпера круто. Это то, что должен пережить любой рэпер, знаете, посидеть в тюрьме. Но все-таки в России как-то не очень хотелось бы, наверное, в тюрьме сидеть. концерты в тюрьме будут давать. О, там такие концерты будут вообще. Ребят, я вам когда-нибудь расскажу по поводу себя, почему я тут, насколько я тут и так далее. Ну, потом, потом. Не сейчас. Ок, чел. Так, а в чем прикол, почему он с России свалил? Да там какой-то чел сумасшедший, старый. Нет, не я. Просто какой-то старик в силовых структурах, который работает. Баштыркин какой-то, Братишкин или Бастыркин, я не помню его фамилию, быканул, сказал, что, типа, Моргенштерн продает наркотики. Ну, я не знаю, конечно, но вряд ли это так. Просто там во власти сидят сумасшедшие старики, которому лишь бы что-то сказать. Херню какую-нибудь кинуть, и все. Ну, возможно, его-то напугало. Ну, типа, нет. Я бы на месте Моргенштерна уже бы давно уехал из России, с его-то возможностями и деньгами. Я не понимаю, почему он до сих пор этого не сделал. Вот. Он на корпоратив сказали, поехал. Так сказать-то можно чего угодно. Сколько еще ехать? Я думаю, минуты две. Он говорил, что любит Россию. Так я тоже люблю Россию. Понимаете, Россия и власть в России вещи разные. Ты можешь любить страну, но правительство тебя явно за это уважать не станет. Сколько угодно ты можешь говорить, что Путин красавчик на интервью, но ему-то насрать. Проблема лишь только в том, что Путин это достаточно злопамятный человек, если почитать его биографию или посмотреть видео там о нем. А я много подобного смотрел. А Моргенштерн в свое время был таким жестким оппозиционером. Но тоже говорил всякое. И еще и с Навальным сотрудничал, как вы помните. Поэтому как бы он сейчас не пытался подлизывать жопу власти, ему это не поможет. В пример банальный тот же Хованский, который тоже что-то пытался, пытался, даже выборы рекламировал. Но вы же видите, в каком месте он сейчас и в какой ситуации. Так что ты можешь чего угодно делать. Тебя все захотят, закроют в любом случае. Ты можешь хоть тысячу благотворительных этих сделать сборов, каждому мусору помочь. Ну, я имею в виду полицейскому в России. И тебя все равно посадят. Потому что если захотели, они это сделают. вот и все. А неугодными считаются кто в России? Кто просто может свободно говорить, у кого есть большая аудитория? когда письмо Хови напишешь? Да надо, 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 надо. Ну, короче, тут ты имеешь оппозиционный взгляд. Все, мы на этом, мы на Брайт, а не ребят. отлично. Сколько поездка вышла? Около 100 долларов. До хера. Но я поэтому на такси тут не катаюсь. Но только в такие случаи, как сейчас другого выбора у нас не было. Такую хуйню несешь, погреши наделал хуйню, и вот его и прессуют. Есть куча блогеров, которые не творили дичь, они спокойно живут. Слушай, то есть, по-твоему, я тоже хуйню делал, да? Подожди, а какую хуйню делал Моргенштерн? Не, ну, конечно, можно сказать, что у него треки говно, но разве такое сажают в тюрьму? Или что? Что за херня вообще? У нас как-то люди очень странно оправдывают беспредел во власти. Типа, ну это ж Моргенштерн, он же дебил. Слушай, вот ты тоже дебил в таком случае. От тебя что, прессовали? Ну, я уже много раз рассказывал. Тебе что рассказать? Согласно не поверишь, будешь говорить, что я придумываю зачем-то и кому я нужен. У нас все время говорят, да кому ты нужен? В итоге чел оказывается в тюрьме потом. Так, ну в принципе я на месте. Сейчас я вернусь. так, чат, мы на месте. блин, блин, мне интересно, а крысы сейчас тут бегают? Я бы их поснимал. я знаю, я знаю, там сейчас лежит дохлая крыса, но вот тут их, короче, дохера, вот там, видите, вот этот вот, вот этот вот дырень, их тут просто вообще, заплатить и заплатить. Ребята, это Америка, тут такси бесплатные, вы не знали? А, вон крыса дохлая лежит. Вот этот руб. Ну сейчас тишина, их нет. Ну как наступит вечер, ебаный свет. Ну я в инстаграм снимал, помните? Вот они вот тут бегают, короче. Вот здесь вот бегают. Она не дохлая, просто отдыхает. Ну да, уже неделю лежит. Короче, какой план? Я сейчас что делаю? Я захожу в хату, выгоняю, значит, те, кто там сидит, отдаю деньги и все, и возвращаюсь, окей? Но мне надо будет на пару минут отключить изображение, чтобы вы ничего не видели, правильно? Все. Договорились? Окей? Все, я сейчас вернусь. Все, я сейчас вернусь, я сейчас вернусь.